Голодные медведи держат в страхе жителей Алапаевского района. Дикие звери запросто гуляют по улицам поселка Озеро. Люди боятся, а скоро распоясавшихся хищников не смогут остановить и двери домов. Откуда пришли опасные животные, выяснял Владимир Царковых. Жители поселка Озеро под Алапаевском по вечерам стараются из дома не выходить. В страхе их держат медведи, которые регулярно наведываются сюда в поисках пищи. Сельчане боятся, что тонкие деревянные стены их единственного убежища могут не выдержать натиск зверя. Руфина Старцева вспоминает, впервые лицом к лицу с косолапым столкнулась в этих лесах 10 лет назад. Тогда женщину, как неудивительно, спас именно страх. Она во все горло стала кричать слово «мама» и тем самым спугнула зверя. А вот на этих кадрах, примерно трехлетней давности, снятых очевидцами, бурый бродит по улицам поселка. Мешают медведю наслаждаться прогулкой только местные собаки. Это лишний раз подтверждает. Страх Руфины Старцевой не безоснователен. Трехлетнего ребенка чуть не разобрала медведица. Тут это Жанна жила. Ну, соседская девочка только, говорит, затащила этого ребенка. И медведица прямо лапой по двери. Местные жители в один голос уверяют. Медведи сбегают из охотхозяйства, которое расположилось здесь же. Мол, за мишками там толком не следят. Плохо кормят и травят собаками. А Лапаевский интернет-ресурс даже опубликовал статью, в которой наглядно демонстрируется. Медведя держат в клетке, которая явно не соответствует его размерам. Только вот как объясняют в охотхозяйстве, в такой маленькой клетке медведь по кличке Яша оказывается примерно раз в месяц. Пока сотрудники приводят в порядок основное жилище Косолапова. Оно, к слову, достаточно просторное. Да и рацион у Бурова можно только позавидовать. Ведро печенья с кашей, арбуз. И это далеко не все. Сейчас ест два раза в день, по два ведра. К зиме жир набирают. По нему видно же, в каком состоянии медведь. Или он голодный, или он упитанный. Охотоведы смотрели. То есть, они как специалисты могут сделать вывод. Яшу еще малышом пять лет назад нашли егеря под Североуральском. Зоопарки и цирки принимать его на воспитание отказались. Вот по решению природоохранного департамента медвежонка и передали охотхозяйству в поселок Озеро. С тех пор, по словам егерей, Яша территорию не покидал. А если в поселок и наведывался косолапый, то, скорее всего, из леса. Медведи, в принципе, если ему хватает кормовой базы, ну, как бы корма, любое животное дикое старается обойти человека. Если прийти к людям, это его надо, чтобы побудило. Скорее всего, он должен быть ранен или больной какой-то. Условиями проживания Якова заинтересовалась Алапаевская прокуратура. Сотрудники ведомства решили самостоятельно провести проверку. И наведались к медведю в гости. Нарушений каких-либо, на первый взгляд, не выгиблено. Но в дальнейшем проверка будет продолжаться, в том числе и документальная. По результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Совсем скоро у Яши появится по-настоящему большой вольер. Недавно охотхозяйству выделили 50 гектар земли. Там Мишка сможет порезвиться. А Руфина Старцева может спать спокойно. По крайней мере, ближайшие полгода. Лесные медведи уже разбрелись по берлогам. Владимир Сроковых, Сергей Чайков. События ОТВ.